Здравствуйте, дорогие выпускники! Мы продолжаем наши уроки по подготовке к ЕГЭ по английскому языку и сегодня мы с вами разберем задание 11 раздела чтения. В этом задании повышенного уровня сложности экзаменуемым предлагается связанный текст, в котором пропущены 6 фрагментов и дан список из 7 фрагментов для заполнения пропусков. Список содержит 1 лишний фрагмент. За каждое правильно установленное соответствие экзаменуемый получает 1 балл, то есть максимум за полностью верное выполнение этого задания составляет 6 баллов. Это задание вам будет легче выполнять, если вы владеете знаниями о порядке слов, типах придаточных предложений и союзных слов, которыми они присоединяются. При тренировке выполнения этого задания можно рекомендовать сначала проанализировать предложение с пропусками, с целью определить, какая часть предложения выпущена. Затем следует ознакомиться с предложенными вариантами и соотнести предложенные фрагменты с пропусками с точки зрения синтаксиса. Обратимся снова к заданию 11 из демоверсии 2020 года по английскому языку. Перед нами видите текст и даны 7 вставок. Давайте разберем первый абзац. Здесь у нас идет пропуск под буквой A. Прочитаем. Матрешка и балалайка are quite stereotypical presents. There are many other goods и пропуск. Очевидно, что здесь у нас на месте пропуска должно быть предаточные определительные, которые соединяются с помощью that и which. Ищем пропуски, вставки, которые начинаются со слов that и which. Это у нас фрагмент номер 1. That one may buy in Moscow as a souvenir. И фрагмент номер 3. That pleases the people with a sweet tooth. Посмотрим и вставим первую ставку. That one may buy in Moscow as a souvenir. Эта ставка подходит как по смыслу, так и по структуре. Перепроверяем себя. Подставим номер 3. That pleases the people with a sweet tooth. Эта вставка нам не подходит, потому что она не соответствует структуре. Потому что здесь у нас слово goods во множественном числе, которое требует глагола тоже во множественном числе. В данном случае должно было быть не pleases, а please. Поэтому под буквой A мы вставляем первый фрагмент. И обязательно перепроверяем себя, прочитав предложение полностью. Подходит как по структуре, так и по смыслу. Обращаем внимание на то, что нужно обязательно не забывать, что предшествует пропуску. Например, прочитаем вот данное предложение. Белевская пастила is a souvenir и далее пропуск. Опять смотрим, какие фрагменты нам могут подходить. Опять же у нас подходит вроде бы первый фрагмент. That one may buy in Moscow as a souvenir. И фрагмент номер три. That pleases the people with a sweet tooth. Ну, если мы подставим сюда фрагмент номер один, то здесь будет у нас повторение слова souvenir. Конечно же, по структуре это не подходит. Поэтому подставляем фрагмент номер три и проверяем. Белевская пастила is a souvenir that pleases the people with a sweet tooth. Подходит как по смыслу, так и по структуре. Здесь речь идет о пастиле, который так любят сладкоежки. Возьмем другую часть текста с пропуском. It is nice to cover oneself up without sitting in the armchair watching a movie и пропуск. По структуре нам подходят фрагменты под номером шесть. Riding a bike around the villages in Russia. И фрагмент номер семь. Reading a book or drinking coffee or tea. Эти фрагменты подходят по структуре. Но давайте подберем все-таки фрагмент по смыслу. Так как у нас предшествует пропуску такие фразы, как Sitting in the armchair, watching a movie, то есть сидеть в кресле, сидя в кресле смотреть фильм, то очевидно, что по смыслу больше подходит фрагмент номер семь. Reading a book or drinking coffee or tea. Задания с 12 по 18 – это задания высокого уровня сложности. Они объективно являются самыми сложными в разделе. За каждый правильно выбранный ответ экзаменуемый получает 1 балл. То есть максимум за полностью верное выполнение заданий с 12 по 18 составляет 7 баллов. Ребята, запомните, что сначала нужно просто просмотреть текст, но не читать его внимательно. Затем уже следует познакомиться с вопросами и вариантами ответов. Правильный ответ может заключаться в одном слове или словосочетании. Также научитесь условно делить текст на смысловые части, в соответствии с поставленными к нему вопросами. Часто в самой формулировке вопроса содержится указание, в какой части текста следует искать ответ. Вопросы следуют порядку и логике предъявления формации в тексте. Но последний вопрос или вопросы могут относиться ко всему тексту в целом. Обратимся к заданию с 12 по 18 из демоверсии 2020 года по английскому языку. Перед нами один текст и семь вопросов, которых предложены четыре варианта ответа. Разберем задание номер 12. И даны четыре варианта ответа. В данном задании у нас идет речь о детстве автора. Поэтому ребята очень легко запутаться и, например, выбрать ответ, связанный с персонажем статьи, с героем статьи. Здесь мы ищем ответ именно про детство самого автора. Итак, как мы уже говорили ранее, все вопросы даны в том же порядке, в котором они изложены в тексте. Поэтому смотрим первый абзац. Ищем здесь содержание текста про детство автора. Итак, вот у нас есть предложение. Это уже идут слова автора. Речь идет не про Афину, 13-летнюю девочку, а про воспоминания, recalling, да, про воспоминания юности автора, про ее школьные дни, когда она с удовольствием проводила несколько часов без родителей, со своими друзьями, делая покупки. Итак, тогда у нас ответ к двенадцатому заданию. Обратимся к заданию номер 13. Which of the following does Афина do monthly? Monthly, то есть каждый месяц, да, у нас следующие варианты ответов. Goes to the mall with her family, uses the Snapchat, invites friends to her place and changes her iPhone. Возвращаемся к тексту. Итак, когда мы выполняем задание, мы начали задание номер 12, нашли в первом абзаце ответ к этому заданию. Отмечаем этот текст, что этот текст мы уже использовали для задания номер 12. Поэтому идем дальше. Ищем ответ к вопросу номер 13 в следующем абзаце. Абзац начинается с предложения. Those small trips are infrequent. About once a month. Здесь у нас находится ответ на наш вопрос. Шопинг у нее происходит не так часто, раз в месяц. Вот у нас ответ на наш вопрос. Что из следующего делает Афина каждый месяц? Goes to the mall with her family. Ответ к тринадцатому заданию номер один. Таким вот образом мы прорабатываем каждый вопрос. И не забываем, что под номером 18 в последнем вопросе зачастую идет речь об общем отношении автора к теме статьи. На этом разбор нашего урока закончен. Всем желаю удачи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...